Команды Москвы и Санкт-Петербурга с литерой «Д» на груди провели бескомпромиссный и упорный поединок в Твери, который принес победу хозяевам. О подробностях встречи рассказывает наш корреспондент. Начало поединка двух «Динамо» на Тверском льду 19 декабря вполне соответствовало предчувствиям болельщиков по поводу количества заброшенных шайб. Игра началась на приличных скоростях. Команды быстро преодолевали среднюю зону в поисках удачи в атаке. Хоккеисты из Санкт-Петербурга чаще угрожали воротам Вадима Жиренко. Как следствие, 10-4 по броскам в створ в пользу гостей. Но голов не случилось. Начали хорошо. Надо продолжать. Концовка подвела. Плохо начали играть в обороне. Невнимательно. Побольше бросать, вылазить на ворот и реализовывать момент свой. После перерыва хозяева попытались перехватить инициативу. Однако предложенный темп подопечным Ярослава Люзенкова удалось сохранить минут на пять. Ближе к середине периода динамовцы с берегов Невы вернули себе преимущество, контролируя шайбу и подолго комбинируя в зоне москвичей. Перед перерывом качели снова вернулись к хозяевам. Но вратари команды, очевидно, переигрывали нападение. 0-0 по итогам двух периодов. Вратари хорошо играют. И, наверное, площадка побольше. Из-за этого могут скатываться такие результаты после второго периода. На экваторе заключительной трети хозяева получили супер шанс. Минута с лишним в формате 5 на 3. Макар Чуфаров вместе с тремя партнерами справились с задачей. Затем петербуржцы играли в большинстве. Но также безуспешно. Дело дошло до овертайма, в котором Вадим Жиренко дважды спас свое «Динамо». В серии после матчевых бросков москвичи Семен Баринов и Олег Зайцев реализовали свои попытки. Вадим Жиренко к сухарю в игре добавил ноль пропущенных шайб в булитной перестрелке.